31 октября в Забайкальском крае был дан старт одному из крупнейших в России горнобогатительных комбинатов в Быстринскому, который расположен на территории Газимурозаводского района. Событие, прямо скажем, не рядовое для нашего региона, но какова же значимость для Забайкальского края, какой эффект в экономике может дать ГОК Быстринский? Поговорим об этом в рубрике «Экономический ликбез» и поможет нам в этом наш финансовый обозреватель Максим Журавлев. Здравствуй, Максим. Здравствуйте. Ну вообще ни для кого не секрет, что наш регион традиционно славится своей горнорудной промышленностью. К примеру, по результатам 2016 года среди совокупного денежного оборота предприятий и организаций из разных отраслей на предприятия горнорудной промышленности приходится почти 20,5% оборота. Выше только у предприятий в сфере транспорта и связи за счет Забайкальской железной дороги, разумеется. Но вот если оценивать возможный эффект начала работы Быстринского ГОКа на территории Забайкальского края, то нужно говорить прежде всего о том, что в региональной экономике появился крупнейший работодатель. Это порядка 2000 новых рабочих мест. Ожидается также, что компания Норникель, которая и принадлежит ГОК, станет и крупнейшим налогоплательщиком в региональном бюджете. Это в среднем по 1,5 млрд рублей налоговых платежей в год. Компания уже в 2018 году планирует произвести от 28 до 30 тысяч тонн медного концентрата, 140 тысяч унций золота в концентрате и 1 млн тонн магнетитового железнодородного концентрата. Ну а вообще потенциал ГОКа Быстринский оценивается как минимум на 30 лет. А это значит, что за это время вокруг комбината должна развиваться инфраструктура, в том числе социальная, так как на предприятии смогут трудиться не одна тысяча человек. Логично, что инфраструктура комбината будет давать импульс к развитию малого и среднего бизнеса на территории. В экономике такой эффект называется синергетическим, то есть одно крупное предприятие спровоцирует появление малого и среднего бизнеса в сфере услуг, торговли, ЖКХ и прочего. Возможно, начнут появляться продуктовые магазины, аптеки и так далее. Чем не идея для бизнеса? Тем более, что работа комбината предполагает наличие выполнения работ по принципу аутсорсинга, то есть заключение договоров со сторонними предприятиями. Я вот только не могу понять, почему Норильский никель только сегодня обратил внимание на наш богатыми природными запасами регион. Вот если бы лет 10 назад был запущен ГОК, сегодня бы мы уже получали реальный экономический эффект. Но все дело в том, что крупные компании горно-рудной отрасли идут в первую очередь на те территории, где их результативность будет высокая. Туда, где будет наименьшая себестоимость полученного сырья, например, одного грамма золота. Забайкалья действительно богата природными ресурсами, но их добыча слишком дорогое удовольствие. Стоимость конечной продукции, меди, никеля, золота и других в итоге определяется на биржевых торгах. И в ситуации, когда мировые цены на медь, к примеру, падают, то на первое место встает вопрос о рентабельности производства. Разумеется, в приоритете становится месторождение с низкой себестоимостью добычи. А как известно, для снижения себестоимости необходимо наличие нескольких компонентов. Первое – это современное высокотехнологичное оборудование. И второе – это снижение затрат на логистику от производства до покупателя. В случае с Быстринским ГОКом оба этих компонента – технологии и логистика – гармонично вписались в этот проект. К примеру, если говорить о логистике, то крупнейшим покупателем сырья, разработанного на Быстринском ГОКе, является как раз Китай. А это всего около 90 километров от китайской границы. Конечно, экономический и социальный эффект от проекта будет небыстрым. Ждать его придется нам еще года три, а может быть и больше. Но все же это лучше, чем не видеть перспектив экономического развития Забайкалья вообще. Ну вот такие вот экономические новости мы имеем на сегодня. Ну а теперь предлагаю пару слов о курсе рубля к доллару. В прошлую пятницу, 27 октября, Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 базисных пункта. И сегодня ставка рефинансирования составляет 8,25%. Такое понижение сразу же отразилось на валютной паре доллар-рубль, которая за время пятничных торгов в моменте достигала отметки 58 рублей 70 копеек. В результате российская валюта ослабла почти на 1 рубль по отношению к американскому доллару. Но на этой неделе, несмотря на серьезный рост цен на нефть, рубль продолжает ослабевать. Основной причиной разнонаправленной динамики нефти и пары доллар-рубль является первое. Это понижение ключевой ставки Банком России. И второе – ожидание назначения нового главы Федрезерва в США. И ожидание очередных санкций США против России, которые планируются вступить в силу в ноябре текущего года. Но официальный курс валют от Центробанка на сегодня – доллар 58 рублей 12 копеек, евро 67 рублей 64 копейки. Лучший курс в Читинских банках на сегодня – покупка доллара 57 рублей 87 копеек, продажа доллара 58 рублей 20 копеек. Оставайтесь в курсе экономических новостей вместе с нами, а мы прощаемся ровно на одну неделю. Увидимся. Спасибо, Максим. Я напомню, мы говорили сегодня о запуске ГОКа Быстринский и его потенциальных возможностях. Это была наша рубрика «Экономический ликбез». Валютный рынок всегда в движении. Каждая секунда – это возможность заработать на курсах валют. Научись искусству трейтинга у профессионалов. Аль Пари. «Экономический ликбез» «Экономический ликбез» «Экономический ликбез»